Я никогда не играл на пиратских серверах World of Warcraft, потому что всегда это считал довольно бессмысленным занятием. И вот, Сирус дали мне денег, и я поменял свое мнение на кардинально противоположное, переходите по ссылочке в описании и наслаждайтесь этой вкуснятиной. Это шутка, если что. Тревел Йола пишет фу-фу-фу, Сирус фу-фу-фу. Я, если вот кто-то прочел это, да, и не понимает, что это значит, ну, что что за фу, не ясно. Имеется в виду, фу расшифровывается как феноменальное удовольствие. Пиарщики Сируса попросили записать мне видео, в котором я расскажу не заготовленный текст, как это бывает обычно, а свое настоящее мнение, типа впечатление после игры на Сирусе. Вопрос только в том, разрешат ли мне опубликовать это в таком виде. Смотрите, у меня всегда было ровно две претензии к пиратским серверам World of Warcraft. Основную я озвучу в конце видео, потому что вам она будет неинтересна. А вторая претензия заключалась в том, что пиратский WoW, это не WoW. Это можно подрезать, если что, я по-другому скажу, это вырежем, там за кадром просто переделаю, и будет нормально вообще смотреться, если надо, это вырезаем. Вроде как используется клиент WoW, хотя не совсем. Вроде как используются механики цифры вычисления, хотя тоже не совсем. И вот разработчики и игроки пытаются достичь того самого близлайк-экспириенса, того самого совершенства. Совершенства 2008 года. Притом, что на самом деле никто толком не помнит, как это было в 2008 году, в том числе и сами Blizzard, как мы выяснили пару лет назад. И какой смысл играть в этот богами забытый, непонятно как сделанный, переделанный, интересующий на самом деле, кажется только русскоязычная комьюнити 335, я не понимал. Но уже где-то 2 года практически не осталось рекламодателей, кроме продающих тайм-карты и, собственно, Сируса. И 2 года порассказывав вам про уникальные фишки Сируса, Рассы, Зонелл и прочее, я наконец-то решил прогнуться и попробовать это сам. За деньги, конечно. И чтобы моим зрителям на стриме было весело, я решил, что буду играть на сервере с рейтами X1 в хардкор-режиме. Дополнительных условий хардкор-режима, которые мне советовали прочесть, я, конечно же, читать не стал. Ну, смысл там в том, что одна жизнь вроде как и дураку понятна, правильно? Я создал себе Вульперу и да, так можно было на сервере, который вроде сделан на основе вот ТЛК, потому что Сирус добавили новые уникальные расы, потрясающие уникальные зоны для них. И прежде чем вы подумаете, что это заготовленный рекламный текст, который я всё-таки вставил куда-то, я скажу, что начальная зона Вульпер — это скучнейшее, что я видел. Зрители, которые играли на Сирусе, подошли посмотреть, как там я буду осваивать этот проект. Они такие, не-не, Пептар, Пептар не стоит, не стоит. Там другие ведь есть трассы, там всякие, вот, может, их выберешь, а Вульперу — не лучшая идея для начала, Пептар, говорили они мне. Не, ну то есть поймите меня правильно и не забирайте, пожалуйста, у меня деньги за рекламу. А там уникальная вот эта цепочка. Эта локация сделана с нуля, то есть просто с нуля, вот целиком, типа, нету никаких таких аналогов вообще в Вове. Квесты целиком с нуля, там, вроде они интересные, но какие-то вульперские проблемы решать, там, вот эта тема кочевничества даже туда заложена, мы в повозке куда-то едем. И это было весело. А-а-а, это, это, вау, это типа напёрстки. Охренеть, это кастомные квесты. А, всё, я угадал, я угадал. Но потом, когда вот по этой пустыне уникальной нужно ходить и бить жуков, которые ещё на левел, а то и два выше меня, и я при этом на хардкор режиме, и еле-еле своим инвалидом друидом ковыряю вот этого жука и чуть не умираю, а потом бегаю и ищу ещё одного жука, чтобы тоже его убить, я подумал, что, наверное, сделал не самый правильный выбор. Именно по этой причине, а не потому, что я рак, я решил, как бы случайно вбежать в толпу мобов и убить свою вульперу. Ну, чтобы, знаете, долго не мучиться. Но я тут вспом... Бл... Сука, думал... Бл... Да я просто... Глаза слёзы залили, я не видел, что происходит. Я передумал играть вульперами почему-то Специально я это сделал, да, это постанова была, признаю Для второго своего персонажа я выбрал расу Нак Которой вообще нет на актуале Ни в какой из версий Ну то есть и да, я не понял с первого раза И снова я создал кастомного персонажа В кастомной локации, сирусовской на X1 И в режиме хардкор Я молодец И кстати говоря, в отличии от вульперы На этот раз все было гораздо веселее Несмотря на то, что Наги начинают вообще под водой А подводные локации это традиционно самое душное Что есть вообще во всех MMORPG Не только в World of Warcraft Ну во-первых, на Сирусе это недолго Длится там полчаса максимум Во-вторых, там интересная сюжетка А, так А, мы что идем в штурм? Ааа Типа мы приручили короля Мурлоков Чтобы он своей армией освободил для нас наши земли Охренеть Мы злобные Наги После подводной части там еще надводная часть Тоже кастомная локация Там маленький основной как бы Наговский сюжетный квест После которого можно или продолжить квест дальше на этой локации Или ливнуть и пойти наконец-то посмотреть настоящий Азерот В его первозданном виде Которому я так хорошо привык Который абсолютно для меня понятен И так как я играю на хардкоре немаловажно безопасен О, еще вторая сага Ой, блин, у меня мало хп осталось Так, ладно, все Действуем Действуем Не, 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 а Такая кнопка Примерно в этот момент я понял Что выбрать для первоначального контента И ознакомления с Сирусом Икс Один И хардкор Было, в принципе, достаточно хреновой идеей Именно по этой причине я создал Воргена, паладина на хардкоре И да, тут тоже, кажется, вот эта локация все-таки уже есть воргеновская Но там типа альтернативная абсолютно цепочка, которая как бы не катаклизмовская А как бы вот происходит вот сейчас Какие-то башни магов, отдельная локация деревня магов Типа ее с нуля создали, или она есть на Актуале Ой, ну не на Актуале, а у Близзов, короче, где-то есть Я, честно говоря, так и не понял Вообще довольно странное чувство, учитывая, что я совсем недавно играл в бету катаклизма И там тоже проходил за воргенов, ну, типа ту же цепочку, но не ту же Из-за того, что тут совсем все другие квесты Такое ощущение, что ты квестишься в альтернативной реальности Финал, который, кстати, тоже заключается в том, что Сильвана убивает сына вот этого Ну, там, главного воргена, вот эта вся тема А он кричит, что Сильвана убила Лиама Седогрива? История повторяется, вау! Другая фаза! Ух ты, нихрена все технологии! Еще, кстати, на тему бета-катаклизма У меня же вот этот баннер Сируса еще на стримах висит И когда я стримил бету-катаклизма, ко мне люди приходили и видели баннер Сируса И там, ну, что-то непонятное, да, вроде не классика, не актуал, какая-то вот что-то воргены там И получилось так, что мне было очень неловко перед людьми, которые думали, что это Сирус Потому что на бете-катаклизма было очень много багов, действительно Ну, то есть, люди приходят, видят, там все забаговано, ничего не работает Они такие, че, пептар, Сирус, да, опять свой стримишь? А это был не Сирус У меня буквально на тему багов на Сирусе нету вообще никаких претензий Все пять трансляций, что я провел, все работало буквально, идеально, как часы Лучше бы, ну, у меня интернет не упал Ё***ый рот, в смысле? Куда? Че это такое? Пустите меня! Соединение установлено! Че? Да куда играть в Soul Seeker 1? Вход на игровой сервер! Давай быстрей! У вас тоже упало? Кто на Сирусе играет? У вас работает сервак? Да какой первый вылет? Какой вылет? Какой там мистер каюк? Ну, вот на этот сервер я могу зайти Да, сервак упал прямо во время, когда мы проходили инст в хардкор режиме в пати Прямо во время боя с боссом Неприятно Знаете, что удивительно? То, что когда сервер поднялся, я зашел онлайн Ну, во-первых, я остался жив, спасибо Хотя, как мне пояснили, вроде как моего персонажа бы воскресили, если нет Но я, естественно, тут же начал кастовать ХС Потому что там, где, ну, понятно, мы уже ничего не пройдем Уже, как бы, всех выкинуло там Когда кто зайдет, не ясно И нужно сваливать отсюда Вдруг там что-нибудь треснется, еще что-то Я еще в том же месте появился, где мы с боссом дрались Но тут я увидел, что все остальные в моем пати Тоже зашли онлайн И мы просто спокойно допрошли инст Ну, то есть эта история не заканчивается ничем А она заканчивается максимально позитивно Мы просто закончили А теперь самый главный, наверное, момент этого видео Это ответ для меня на вопрос А нахрена вообще играть на Сирусе? И я понимаю, что я сейчас обсуждаю какую-то фигню И вам рассказываю, как я докачался там До 20 какого-то уровня на самом деле Это весь мой типа экспириенс Еще двух персонажей при этом умудрился угробить Сирус-то на самом деле вообще не про это И если смотреть обзоры Может мы когда-нибудь до этого дойдем, я не знаю То люди о другом говорят Но я, когда вышел в открытый мир Сируса Уже вот с этих начальных локаций Поймал какой-то свой абсолютно уникальный вайб Потому что сначала ко мне в пати попросился Варлок Когда я квестился, он там шел в пещеру аккуратненько Тоже хардкорщик, можно только с хардкорщиками быть в пати И мы быстро пронесли весь трэш, сделали квест После чего он бросил меня, ливнул из пати и тпшнулся А из-за того, что мы быстро убивали мобов И он их максимально быстро, в принципе, пулил То есть, ну, неаккуратно, я бы сказал, для хардкора, мягко говоря Эти мобы тут же все резнулись у меня на голове Ну, не тут же, там все-таки по очереди Но, в общем, я думал, что это конец Каждый сам за себя спасаем свою жизнь, как можем Кидаем лох Бежим Ла-ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла Это этот Варлок Гондон Если бы я один шел, не было бы такого быстрого респа Хилпоушен Я надеюсь, там глубоко Блин, пусть там будет глубоко Хе-хе-хе-хе-хе Изи просто засеивился Изи После этого рандомные пацаны в Штормграде Да, я теперь играю за Альянс Так вот, пацаны в Штормграде помогли мне создать гильдию Пептар лучшей инфигуры Вступайте, кстати, в гильдию Если кто хочет вступить в гильдию Пептар лучшей инфигуры Типа, велкам После этого Вот эти вот чуваки, как раз с которыми мы ходили в Deadmines Там же случилась небольшая драма уже в конце прохождения Оказалось, что наш охотник Который, кстати, в процессе прохождения Петом Случайно спулил паки, которые мы вообще не собирались бить На хардкоре То есть там просто у него Пет куда-то убежал в сторону Как-то вот что-то криво у чувака получилось Я такой, господи боже, где я оказался, что это за безумие И этот хант оказалось, что это девушка Которая переживала, что во время дисконнекта Выпал лут Там какой-то, который она хотела вот с ластбосса С одного из ластбоссов, я не знаю, как он падает И этот лут ей не достался из-за дисконнекта как раз И наш лидер, чтобы патролить девушку Сказал, что этот лут действительно выпал И он ей его не отдаст После чего она неиронично Назвала всех нас жадинами И ливнула из пати, обидевшись Жадины конченые пока Пишет Настеночек и ливает Я что-то не понял Это просто Я вернулся в свой 2008-й буквально Где вы еще с таким столкнетесь Я не знаю, понимаете ли вы, о чем я вообще говорю И вам кажется, что я с ума сошел Ну, типа Это и есть 2008-й Вроде как Ну, таким я его помню Примерно Близзлайк Экспириенс Мы вернулись к этому Вообще, когда я планировал это видео Я не знал, как вам лучше о чем рассказать У меня появилась куча идей Для контента Который можно было бы в принципе Сделать по Сирусу Это не значит, что Эти кучи этих идей будет реализована Не знаю, посмотрим Но Инфигору как минимум я планирую написать Есть там одна темка, конечно Возможно, интересная Да Коллаборацию такую строим Но Инфигору еще об этом ничего не знает Ну и вторая Вернее, первая причина По которой я не рекламировал пиратки Помните, я вначале вам говорил Что вам будет неинтересно Я, честно говоря, думал Что эта причина Ну, про все Вот когда кто-то говорит Вообще про любые пиратки Что там Вот, помойка Или там пепетар Ты скатился Начал рекламировать помойки Что они имеют в виду? Это Но, как оказалось Никто этого не имеет в виду Я, как контент-мейкер Достаточно трепетно отношусь К лицензионности контента У меня на компьютере Буквально не установлено Ни одного пиратского Программного обеспечения Я либо плачу за это Либо это какие-то Бесплатные аналоги Так было До момента Когда на моем компьютере Появился пиратский клиент Сируса, собственно То есть, да, конечно Сирус это очень далеко От World of Warcraft Вот это себе Бла-бла-бла Но это та причина По которой я Долгое время Не соглашался Играть на Сирусе И рекламировать пиратки Вот для меня Типа это важно Но, как я сказал Кажется Я единственный Для кого это важно Так что Я подумал Что это тот Принцип Который я готов продать за деньги Это то, что я продаю за деньги Все остальное нет Глубокие моральные переживания Пепетара Вот этим Этой мыслью мы заканчиваем видео Спасибо всем, что посмотрели Сирус доступен В трех там своих Вариациях серверов разных С разными уникальными фишками Ладно, все это потом Как-то расскажу в следующий раз Ссылочка в общем в описании Спасибо всем Отдельное спасибо Бустеонам, Патреонам Благодаря вам выходит Огромное количество контента Но не этого Этот контент выходит Не благодаря вам Хотя, надеюсь Кому-нибудь из вас было интересно Отдельное спасибо Бихелидзоду И в конце я хочу вам показать Пачку чипсов Кто тоже любит есть чипсы И из-за этого стал весить Уже 134 килограмма Заедаю стр... Бл***ь, она упала Все, я согласен Заедаю стресс от смерти на ХК Всем пока Редактор субтитров А.Семкин